Новая экспозиция в Щелковском историко-краеведческом музее – это всегда событие для тех, кто интересуется историей родного края. В минувший вторник в музее открылась экспозиция, которая рассказывает о том, как жили щелковцы с 1917 по 1941 год. На открытии в связи с действием ограничений по коронавирусной инфекции присутствовала только наша съемочная группа. Директор Щелковского историко-краеведческого музея Наталья Богданова в своем вступительном слове отметила, что при создании экспозиции учитывались два основных момента, связанных с представленным историческим периодом. В 1925 году Щелково стало городом. Именно как раз на этот период приходится. И то, что Щелковский историко-краеведческий музей находится в здании, которое было свидетелем всех исторических событий, в том числе и революции 1917 года, и революционных событий, которые проходили в Щелково. Второй момент, на который обратила внимание Наталья Богданова – это то, что здание музея на протяжении многих лет было самым большим и самым заметным в городе, фактически центральным. В нем работали первые революционные органы власти, заседал Совет рабочих и крестьянских депутатов. Здесь же находились и самые большие магазины. Подходя к решению концепции создания этой экспозиции, мы как раз исходили из того, что рядом с нашим домом проходили различные митинги, революционные события, собирались люди, они что-то требовали, что-то решали. И поэтому вот как раз первая витрина при входе и стенд рассказывает как раз о событиях первых лет советской власти. В музее есть подлинные вещи и документы, есть инсталляции, показывающие быт и нравы людей первой половины 20 века. Художественное и дизайнерское решение по-настоящему впечатляет. Например, запоминающимся свидетельством года 1925 является уменьшенная копия экспоната, представленного на Всемирной выставке в Париже, изготовленного специально для российского павильона. Железного и вращающегося барабана. Это однозначно экспозиционное чудо. Здесь обилие фотографий, которые можно повернуть или, как принято выражаться, свайпить. Это очень интересная история Щелковского общества потребления, Щелковской кооперации. Фотографии не только документальные, они передают еще и атмосферу этого времени. Есть витрина, которая особенно заинтересует женщин. Оказывается, даже в грозовые революционные времена, фактически на переломе эпох, жительницы Щелковской земли оставались в первую очередь женщинами. Они комиссаршами в Коженках и работницами в Ватниках. В этой витрине говорится о женском быте жителей Щелкова периода 17-40-го годов. Мы с вами видим копии обложек женского журнала конца 20-х, начала 30-х годов. Мы с вами можем видеть, что жительницы Щелкова, для них была не чужда мода. И на этой фотографии вы можете увидеть работниц библиотеки, которые одеты по моде того времени. Экспозиция – результат, конечно же, коллективного труда. Над выставленными в витринах артефактами, например, метной утварью, железными предметами быта, приходилось работать не один день, вычищая их и подготавливая для размещения за стеклами музейных выставочных окон. Портрет вождя пролетариата, вытканный на полотне, отреставрировали. Имеется здесь и совершенно современное оборудование, позволяющее за секунду найти находящийся в запасниках музея документ, фотографию, газетную или журнальную публикацию. Была представлена и книга историка и краеведа, соавтора музейного проекта о Щелкове 17-го года Александра Послыхалина. Безусловно, экспозиция заслуживает самого пристального и внимательного знакомства. Щелковский историко-краеведческий музей пригласит на нее всех желающих после снятия ограничительных мер по коронавирусу. Андрей Циханович, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.